Давайте теперь посмотрим, что произойдет, если мы пойдем по рубрикам и по разделам, которые здесь у нас есть. Давайте возьмем образование в Кирове. И опытным путем мы выяснили, что это такой справочник, не справочник, может быть тематическая какая-то выборка, которая вот этой тематике посвящена. Ну-ка посмотрим, что будет, если мы нажмем на мой дом. Да, это вот проект выходит в глянцевые вкладки газеты. То есть у нас есть такая, видимо, пакетная продажа, когда компания размещается и в печатной версии, и в электронной. Но вот здесь все, что касается спецпроектов, конечно, хотелось бы видеть совмещение коммерческой информации и полезной. Все-таки кликая на мой дом, я бы все-таки ожидала контента, касающегося обустройства, то есть редакционных материалов, каких-то потребительских материалов, которые перемежаются с коммерческой историей. Если вот мы говорим про спецпроекты, про сюжеты и про какую-то такую выборку, все-таки для человека в первую очередь важна полезная информация, которая сопровождается коммерческими объявлениями. Более четко развести, более четко сориентировать пользователя, что конкретно его ждет за каждым конкретным кликом. Что в целом можно сказать об этом портале? Во-первых, на портале явно видно работа редакции над тем, чтобы соответствовать тому типу, который заявлен буквально в логотепе. Видно, что тема интерактивности, она отрабатывается, ищутся различные варианты, каким образом этот интерактив внедрить. И новостной, то есть основа как именно лента событий, она здесь присутствует. То есть по большому счету здесь нет никакого там диссонанса между тем, что заявлено, и тем, что на самом деле мы видим. Что стоит, над чем стоит дальше поработать, это как раз над акцентами, над доминантами. То есть если мы в данный момент хотим, чтобы люди поучаствовали в интерактиве, значит нужно сделать так, чтобы в дизайне именно акцент, именно внимание привлекалось к интерактивной части. Если про новости, то про новости. Сейчас, к сожалению, рекламная служба доминирует здесь на этом сайте, и для новостей и для интерактива остается очень-очень небольшое пространство. Здесь нужно искать баланс в том числе и чисто визуальный. То есть опять же, да, очень много таких интересных идей, интересных разделов, которые очень четко соотносятся с тем типом портала, который редакция заявила. Поэтому вот мне кажется, что очень интересный проект. И дальше уже вопрос допилить, дорихтовать. Может быть от чего-то стоит отказаться, что-то приглушить, сделать меньше, но вот сакцентировать внимание именно на тех блоках, которые стимулируют людей читать новости и участвовать в интерактивах.